кумушка пришла ко мне в гости и принесла готовую работу свою она закончила кардиган она связала для своей дочери конечно на ней немножко он по-другому будет смотреться ну то есть на хозяйки имею ввиду и здесь пуговицы вот такие красивые у нас реглан погон здесь и соответственно вот такой замечательный рукав до подобрала на рукавах одинаковые зор ну ка покрутись да симпатично пряжа она не помнит но сказала что она потом ее название пришлет ну как идею посмотрите и возможно вы для себя тоже свяжите воротничок стоечка вот здесь значит рукава закрыты классическим способом а здесь как-то по-другому закрывала ты не помнишь название как закрывала чайник у нас закипел все красивенько идеальненько ровная гладь но она вяжет туго красиво мне вообще все очень супер красиво молодец поздравляю тебя с завершением очередного проекта ну вот так вот выглядит пуловер на моей кумушке ей уже рукав хорошо там у нее майка так что вы не думайте что это тело а ну-ка спинкой тоже чуть-чуть широковато я тебе спинка но надо на дочери будет отлично ой спасибо тебе дорогая что ты пришла померила так а ну повернись еще передам вот так вот вот так вот красота мне все очень нравится спасибо вот что раз пока раскопала у себя представляете абсолютно новые ножи вот моему к такому моменту что я заканчиваю уборку меня еще будут новые ножи теперь это даже не знаю как это лезвие керамическая по-моему называется керамик до такой коробочки они у меня были такая коробка интересная закрывается типа на магните даже жалко коробку выбрасывать но настолько место занимает всем привет видите у нас сегодня погода что-то такое моросит непонятно то ли снег то ли дождь а я вышла посылочка 5 не пришла вчера подписчица мне написала это опять от наташи из города губки говорит идите получайте уже посылочку а до этого она мне трек и не писала мой балкончик на пятом этаже окно полностью на балконе открыто настежь потому что на улице очень тепло 5-6 градусов тепла передавали сегодня просто сказочная погода прекрасно если бы не было сыра вообще было бы супер у всех окна по раскрытые потому что квартире тепло у меня на балконе 20 градусов специально на балконе положила градусник чтобы понять какая температура но это с утра к вечеру там будет конечно еще теплее ладно пошла в воронье уже строить себе гнезда и сразу напоминает картину грачи прилетели кому на руси жить хорошо собакам весело я на площади увидела такую картину играется во все а здесь что-то все поразрыли какие-то кучи видимо канализации здесь сделали ой как хорошо на улице прям такая прелесть люди игра ходят тепло смотрю очень много возрастных ходит потому что конечно когда холодно то не каждый на улицу выйдет пока ходила и солнышко вышло но сейчас я так сижу что его не очень видно гулечки гуляют я вчера еще покормила кошек такие они были счастливые конечно кости они не грызут ну собачки я так думаю растянули я сегодня подошла посмотрела остался один кулек я в мусорку его выбросила и все а нету ни косточек ничего я его просто клюк кирпичиком придавила чтобы ветер не унес был же ветер сильный вот так что холодца наелись все я сходила очень быстро удачно но в том смысле что нигде в очередях я не стояла и опять загрузилась я не знаю каждый раз хочу прийти налегке никак у меня не получается никуда не денешься а что сделаешь зашла купила картошки картошка у меня закончилась вроде как и свеклы тоже нету надо бы купить но это уже пойду завтра или послезавтра сегодня уже я не могу и как солнце светит глаз прям светит глаз слепну в общем зашла еще стекляшку купила кое-какие продукты но самое главное что я зашла в аптеку набрала себе отдельной еды это просто финиш столько денег вот и говорят чтобы пенсии хватило на те лекарства которые нам нужно пить я же курс пропила тех таблетах которые мне флеболах выписал а теперь хочу пропить еще курс детролекса вот купила начну с понедельника эти дни еще побуду без таблеток а там опять кормушку насыпали семечек и воробьи и синички клюют их а шкарлупки выкидывает а голуби пасутся тоже внизу подбирая я не знаю что они там подбирают там вон дикий виноград и у него даже смотрите зеленые листья он еще их даже и не скинул куда он там новые будет давать я не знаю в этом году практически не было мороза ну 1-2 градуса максимум наверное ему надо поболее мороза чтобы он зеленым не стоял и рис и уже начали там новые побеги выпускать и рис или ирисы на улице просто прелесть домой даже заходить не хочется но мне надо потому что я вчера видео не выставляла надо сегодня выставить уже спрашивали ира что случилось не заболели ли вы я не заболела просто вчера целый день наводила порядке еще шкумушка пришла мой вместе с ней по силе возможности и я очень сильно устала вечером девяти не было я уже увалилась конечно я в девять не уснула но лежала за дров ноги извините что так я выражаюсь но полном смысле слова потому что нагрузка на ноги была сильная и чтобы чуть-чуть отпустила меня я их задирала вверх и лежала вот так что сейчас пойду буду выгружать видео вот такую шикарную картошку я купила очень такая на вид симпатичная не знаю какая она будет внутри я собираюсь сейчас потушить картошку с грибами посмотрим что она себе будет представлять ну а здесь я купила как всегда творог сметанку любимую очень мне нравится эта сметана купила капусточки у меня закончилась та моя капусточка которую я покупала очень вкусная капуста вообще рекомендую кто волгодонский живет потом купила огурчики тоже я не знаю кто закрывать так как называется но очень вкусные огурчики мне очень нравится ну и хлеба набрала что тут еще тромбоас купила купила тромблес себе для ног купила вам вас этот давление и купила ветра лес я уже говорила что хочу пропить да что ты прилипла вот такой вот ветра лес в общем и того и другого набралась у меня спрашивали по поводу холодца добавляю ли я желатин нет желатин я не добавляю смотрите насколько он у меня хорошо застыл потому что ну в общем то я небольшую емкость во первых варю да и хватает своего желатина натурального поэтому я не добавляю прям при вас чтобы увидели вот видите какой замечательный желатин зачем еще добавлять там не знаю натуральный он или химия ту которая продают в магазине желатин поэтому мне достаточно этого ну что дорогие друзья пришла еще одна мне вот такая посылочка сейчас мы с вами и и посмотрим что здесь наташенька мне еще прислала спасибо наташа вам огромное вы меня прям балуете посылку за посылкой отправляете прям не знаю мне уже не удобно пока буду раскрывать не знаю будет наверно шебушать но я постараюсь не сильно хочу сказать что посылка пришла вообще за три дня представляете двадцать четвертого числа отправила наташа двадцать седьмого уже была она у меня после обеда можно было получить ее я говорю почта стала работать как молодцы просто слов нет и там у меня видно перемотка или моталка значит я перематываю клубки я сейчас вам покажу такие клубочки у меня это полушерсть кавказская пряжа да и чтобы в целях экономии это я покупала еще до того как у меня была моталка перематывала их мотки и у меня таких мотков много ну я постепенно все перемотаю и все послажу вот я сегодня утром один моточек перемотала после обеда постараюсь еще один ну и как бы в процессе то повяжу то помотаю вот и поэтому меня там видно что стулу при примотана моталка вот такая посылочка ой-ой-ой-ой наташа я вообще не могу какая же вы молодец просто нет слов посмотрите пряжа тоже алиса я впервые такую пряжу держу в руках значит это 50 процентов шерсть 50 процентов акрил 100 граммах 200 метров такой пряжи я тоже не видела цвет какой красивый цвет кстати камера передает натуральный цвет этой пряжи ой спасибо наташа огромное при огромное у меня нет слов вот честное слово нет ай-яй-яй какая красота ой какая же красивая пряжа это точно такая же алиса вот не знаю если кто-то вязал из нее расскажите впечатление на первый взгляд она вроде как не колется не знаю пять моточков и того и того цвета так смотрим что тут еще у нас целый пакет пряжи спасибо вам наташа спасибо огромное но мне теперь вязать не перевязать тоже троицкая фабрика сейчас я быстро открою так раз раз чтобы побыстрее чтобы не шуметь а но все равно шумит может вырез так это тоже огонек стопроцентный акрил я про него много слышала но ни разу не вязала какой красивый цвет просто вообще не знаю цвета конечно обалденные видимо наташа такие цвета нравится поэтому она тоже такие цвета и покупает ой какие красивые прям у нас как сказать цветовые предпочтения наверное одинаковые значит я сейчас все расскажу значит это у нас плохо вижу светлый терракот называется значит акрил 250 метров 100 граммов моточки вроде маленькие коротенькие а тут оказывается 100 грамм здесь у нас светлые сумерки представляете какая красивая пряжа и здесь по пять моточков тоже на полноценное изделие кстати получится может так а здесь я вам цвет не сказала я сейчас скажу какой здесь цвет это цвет утро алиса это цвет утро а этот цвет у нас где его посмотреть вот он у нас есть светлый салат ой какой же красивый прям вообще чудесный цвет а как я прочитала что 200 метров здесь 300 метров 100 граммах 300 метров 100 граммах это вообще хороший метраж это такая хорошая пряжа на полу веры и все такое прочее она не тонкая не толстая и при учете того что здесь 50 процентов шерсть это метраж в общем-то хороший не знаю как она себя в носке колется не колется но мне кажется не должна кому-то как и светлана ну вот такая посылочка спасибо спасибо еще раз спасибо мне сегодня ночью кто-то перевел денежный перевод что-то я там не увидела к сообщение пришло спасибо вам огромное и я пошла и купила вчера вечером только сидела и думала мне нужны спицы пятерка значит хотя бы 100 120 сантиметров сейчас я вам скажу почему вы же знаете что я буквально вот на днях во своем влоге показывала что я получила пряжу fuji и вот решила попробовать как будет выглядеть на каких спицах буду вязаться ну и как-то так увлеклась и за вечер связала вот такое количество рядов значит здесь у меня полый шнур и от полого шнура я набрала обыкновенный здесь реглан но естественно реглан не обыкновенный почему потому что я опять удлиненный реглан буду делать расчеты у меня конечно для удлиненного реглана вяжется на одном дыхании выглядит неплохо вязка у меня пока только положительные эмоции и как видите у меня вот 80 сантиметров они мне уже впритык и вязать уже неудобно поэтому я вчера только вечером подумала о том что вот бы мне купить спицы и пришли денежки и я пошла тут же их купила у нас такие спицы стоят 500 рублей в магазине это наверное еще старая цена я не знаю мне кажется сейчас уже оди стоит дороже вот один пятерка 100 сантиметров а получается что эту ниточку я начинала вязать на четверки здесь дальше продолжила на четыре с половиной а дальше хочу уже вязать на пятерки потому что ну в общем то плотное такое вязание если еще раскроется немного пряжа то получается будет она как валенок ну вообще хотела такого эффекта не знаю не знаю в общем мечты как говорится сбывается бойтесь своих мыслей да может быть наоборот как видите моя стопка подросла я связала еще четыре мотива процессе того что навожу порядке я еще вижу мотивы вижу пуловер вижу все подряд вижу ну вот такая я но другой уже не буду плед у меня подрастает помимо этого у меня конечно еще я вот подвязывая вот эти три мотива связала тоже за вчерашний день вот так что по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть тут по чуть-чуть там так и все у меня постепенно и свяжется ладно дорогие друзья сегодняшний влог на этом я буду заканчивать еще хочу сказать всем всем огромное спасибо и тем кто мне денежные переводы присылает и подарочки делает низкий вам поклон спасибо спасибо я говорю мне теперь только побольше свободного побольше свободного времени здоровья и конечно вы в скором времени будете опять видеть очередные мастер-классы и как всегда в конце видео я желаю всем всем абсолютно здоровья и вам и вашим близким если вы вязали легких ровных петелек и всего-всего самого наилучшего ну а на этом я прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина